Дальше Всевышний Аллах говорит в аракулуфикум в 210 маяте У нас в аракулуфику мы говорили слово назара, если после него приходит частица, то указывает на что? На взгляд. Если же слово назара приходит само по себе без упоминания частицы, то указывает на что? На интизар ожидания. То есть до сих пор не заходят в ислам, ждут что? Вот это смысл их ожидания. Что они ожидают? До сих пор почему не зашли в ислам, до сих пор почему следуют за слогами шайтана? Если слово назара приходит упомянутым с Аллахом, или же упоминанием его лика, или же упоминанием частица, то указывает на что? На видение. Илля айя ати ягуму Аллаху фи зуляли, джам зуля, ай мин аль гамаме, что Всевышний Аллах придет к ним с сенью из облаков. Ва хуа сахабу аль абьеду ракик суммия гамаме лану ягум, то есть гамам это что у тебя белые тонкие облака, они названы гамам, потому что ягум айесту, то есть скрывает, что-то покрывает. Муджаид же говорит, что нет, зуль аль мин аль гамам, зуль это тень, тень, тень из ламам, либо нафсир такой, пока Всевышний Аллах не придет с тенью облаков, или же баракалу фи куму муджаид, ай хуа гайр сахаб, это не облака. А зуль это вещь, которая дана была бану Исраиль, когда они блуждали в пустыне. То есть просто тень, Всевышний Аллах создал тень. Ва кали му катель кай хай аль а, да, зной сохраняла. Кай хай ати дыба бати абьед, как говорят, подобно белому облаку. Хуа кали хасан фи ситрати мин аль гамам, то есть фи имеется ввиду баракалу фикм по частице фи, это что ай маа, сутрати мин аль гамам, то есть приход облаков будет перед приходом Всевышнего Аллаха, субханатали, вот это смысл аят. И не будут на них смотреть жители земли. И также придут то ангелы. То есть когда арабы говорят вот про слово фи лгамаме, чтобы кто-то не подумал, баракалу, что Аллах внутри облаков придет, нет, нет, нет. Арабы говорят, пришел Амир со своим войском, используя какой честь фи? Ай ма аль аскар. Ва кара аль бакуна рафа аль ма'на. Ва кара аль бакуна рафун аль ма'на, илля ай я ати юм Аллаху. Ва аль малайкату фи зулля мин аль гамам. То есть смысл такой. Неужели они ждать, пока придет к ним Аллах, и пока придут к ним ангелы в синие облаков? То есть ангелы все. Ва аль ауле фи хадил айе, ва фи ма шакалан юман ль инсану бизу ахири, ва я кюлю аль ма айля Аллаху. Лучше всего, говорит, в этих и подобных аятах, чтобы человек верил просто, вот как оно было упомянуто. Ва я кюлю аль ма айля Аллаху ажалю. А как это будет происходить именно образ? Просто верить, вот Аллах сообщил, что он придет, и что ангелы в облаках придут, или что Аллах придет с некой сенью. А как это будет выглядеть? Предоставь это всему чему Аллаху. И так же, при этом он должен быть убежден в том, что Всевышний, Аллаху спонталя, нету признака для качества его создания. Под хадил айля Аллаху имеется дума хрюкат. И этого придерживались имамы, праведных предшественников и ученые сунны. То есть это из тех вещей, которые нельзя толковать. То есть имеется в виду, нельзя толковать Барак Луфикум, нельзя его смысл или же образ рассказать, каким образом все это будет происходить. Вот это смысл Ляюфаса. Принимайте эти аяты, вот как они пришли, и не задавайте вопрос, как. Белякаев имеется в виду, не представляйте как, не задавайте вопрос, чего, как. Кали Суфьян ибн Ауяйна, кулля мауасаф Аллаху биинавсу фи китаби фа тафсируху. Каждое описание, которым Всевышний Аллах описал себя в своей книге, и его тафсир какой? Кыра атугу вассухут алейхи. То есть читай и молчи, молчи, и смысл как? Не представляй как, или не спрашивай как, или не рассказывай как. Смысл-то понятен, правильно? Что такое пришел, Аллах, понятно. Что такое зуляль миналь малаик, то есть некая сень, бааракалауфикум из облаков, и то, что придут. А как все это будет происходить, не представляй бааракалауфикум. Ляйси ля хадин на юфасиру гуляллаху таалюху 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 и ляллаху таалюху 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 таалюху. То есть никто не может право растолковать этот, кроме Аллаха и его посланников. Укаву ли-у таалюху таалюху да ялямра. И дальше Всевышний Аллах говорит, и будет закончено дело. То есть, обязательно им станет наказание для тех, кто достойно этого наказания, и закончат расчет. И это тот день, или то время, когда Всевышний Аллах Субхан Таля закончит суд на основе истины между созданием Судня День. И к Всевышнему Аллаху возвращаются все дела. То есть, будут возвращены или же вернутся все дела, к Аллаху Субхан Таля. Другие же, прочитали, то есть, будут возвращены дела или же вернутся все дела. То есть, все будет решать Всевышний Аллах Субхан Таля. Братья, очень-очень важно знать, и это наша акида, что все эти атрибуты, которые пришли от Всевышнего Аллаха Субхан Таля, то есть, чтобы не попадать во что? В крайность. Крайность унес в упоминании атрибутов Всевышнего Аллаха, что человек начинает представлять. Это крайность. Другая крайность Бараку Лоуфикума – представлять и уподоблять эти атрибуты кому? Тому, что он видел. А человек, братья, не может представить ничего, кроме того, что он видел, или на основе того, что он видел, слышал, то есть, то, что он своими органами чувств, слухом, зрением, обонянием, осязанием, вкусом. Вот только так человек может судить о какой-то вещи. Попробовал какой-то фрукт, вот это на клубнику похоже. Правильно? А если он пробует вещь, которая ни на что не похожа, он не может сказать, на что это похоже. Правильно? Нюхать. Вот этот запах, запах роз, потому что он розы нюхал. А если запах, который он нюхал, он не знает, чем пахнет. Чем не знает, чем пахнет. Правильно? Увидел какую-то вещь, не знаю, с чем сравнить. Так же? Поэтому у нас Всевышний Аллах Субхан Аталия не спасла этот Курант, как он сказал в Куране, билисанина, арабиин, мубин, на арабском ясном языке. Смысл слов, барак луфикум, мы узнаем откуда. Либо узнаем от арабов, то есть, что значит то или иное слово, либо же узнаем, барак луфикум, если в том или ином слове пришло несколько смыслов, то узнаем откуда, из сияка, из контекста. У нас даже в русском языке, все мы учили в школе, барак луфикум, есть слово амоним. И я спрошу у вас, что такое коса? Скажи, в предложении скажи, мы тебе скажем. Правильно или нет? Так или так? Что такое очки? В предложении скажи, я тебе скажу. Так? И вот барак луфикум, многие арабские слова, они имеют амонимы. То есть, кто-то задаст вопрос, что такое амоним? Амоним это то, что пишется и произносится одинаково, но имеет разность. Коса барак луфикум может подразумевать под собой, как косу, которые косят траву, так и коса, то есть заплетенные волосы. Слово очки. Очки то, что носит человек, у которого плохое зрение, или же, например, во время солнечной погоды очки носит. Очки точно так же говорят, например, играла футбольная команда, и это заработало два очка, это заработало три очка, допустим. Правильно или нет? И вот многие арабские слова барак луфикум, у них смысл как амоним. Пишется одинаково, но смысл имеет разный. Сегодня мы звали с вами слово Назара. Что слово Назара? Зависит от частицы, которые ты используешь. Есть наличие частицы, меняет смысл. Даже бывает слово рагиба. Рагиба как переводится? Скажи мне, барак луфикум, скотиво. Если скажешь, рагиба фи желает, рагиба ан не желает. Абсолютно два разных смысла. Правильно, барак луфикум? И вот Всевышний Аллах, когда нам сообщает о какой-то вещи, барак луфикум, например, пророк салаллаху алейхи вассалим сообщил нам о том, что Всевышний Аллах сматальянзиль. Здесь исходит третью часть ночи. Что такое нузуль? Мы же знаем, что такое нузуль в арабском языке. Я говорю, братья, Назаря, его смысл что? Высморкался. И брат, нет, 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 не, это не высморкался. А, Назаря, Назаря, его смысл что? Посмеял. Нет, брат, Назаря, это спустился. Вот это что значит, когда я говорю, Назаря спустился, это смысл. А кайфия, это другая вещь. Как спустился? Говорят про человека, Ахмад спустился с пятого этажа. Как Ахмад может спуститься с пятого этажа? Прыгнул на парашюте, спустился на лифте, спустился по лестнице, спустился по веревке. Выбросили Ахмада, он тоже спустился. Правильно или нет? Путей может быть разный, правильно же или нет? Вынесли Ахмада. Скорая помощь приехала, он со знания, спустился Ахмада. Ну, всем же понятно, что это происходит. Но образ может быть разный, правильно? Поэтому в отношении Ахмада, когда нам говорят, Ахмад спустился, мы в своей жизненной практике знаем, что Ахмад может спуститься либо по лифту, либо по лестнице, либо по веревке, либо его что, выбросили, либо его вынесли. Вот то, что мы знаем, еще какие могут быть, еще какой мысль, все. Ну, а когда тебе про Всевышний Аллах спустился, ты понимаешь, что такое Всевышний Аллах спустился на первое небо? Ну, как? Мы не можем этого представить, Барак Луфь. Всевышний Аллах спонатали. Братья, даже про создание про своих говорит, про создание Всевышний Аллах спонатали говорит. Ангелы. У ангелов что есть? Руки есть у Всевышнего? Есть. Аллах спонатали рассказал о том, что ангелы вальмаляйка, ту бас и ту айдиги. Ахриджу вам вкусок. И ангелы протягивают свои руки, вытаскивайте свои души. Хорошо, у меня вопрос. Какие ангелы руки? Кто-то представил человека, как ты у человека представил? Вот у тебя руки есть, вытащи из меня руками душ. Как пришел один человек, Ольясбляй, из Агльбина, и начал спорить с одним из имамов Аглиссона. Он говорит, хорошо, давай, Балахи, пока не будем разговаривать. Гибриль, алейссалям. Ты веришь, что у него 600 крыльев пришло, Хадис, да, Агелью? Говорит, ладно, говорит, два крыла. Давай, говорит, забудем не про 600, закроем тему 597 крыльев. Ты третье крыло скажи, где было? И вот сейчас, не знаю, а ты про Гибриль, а не знаешь, где у него третье крыло? Как ты о Всевышнем Аллахе хочешь представить? И вот тут проблема начинается, поэтому, говорят, ученые, когда их разум уподоблением, грязью уподобления покрылся, а почему грязью уподоблением? Потому что они попытались представить. А представить на основе чего? На основе того, что они видели, слышали, видели, пробовали, нюхали, трогали. Правильно же? По-другому они не могут представить. Забудят тахриф, поэтому они склонились к искажению этих текстов. Говорит, нельзя, по Аллаху, что он спускается? Скажи, спускается его что? Милость. Спускается его приказ, Аллах сам не спускается. Видели у Алия Азубеля? Какое страшное заблуждение. И они забыли о том, что первым качеством, которое Всевышний Аллаху писал, верующих, Алиф-Ла-Мима, Валик-Аль-Китабу, Ля-Рай-Бафи. Алиф-Ла-Мима, это книга, в которой нет сомнений. Аудал-Ли-Мут-Та-Кин, руководство для богобоязни. Кто Мут-Та-Кун? Алиф-Ла-Мима, 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 те, которые верят в скрытое. Вери все, а иначе какой смысл имана в скрытое? Во что ты скрытое веришь? Если ты говоришь, что под спусканием, имеете ввиду спускание его приказа, а где тут скрытое? Если ты говоришь, под рукой Аллаха подразумевается его мощь или же его милость, а где тут скрытое? А что тут скрытое? У вас вообще ничего скрытого не остается, правильно или нет? А какой тогда смысл этого аята? Барак Луфиков. Вот это вот, что касается подобных аятов. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы закончить Тарсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется Барак Луфиков новая запись, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть Барак Луфиков получается и выучите, и будете знать Тарсир. Смотрите внимание, Супан Аллах. Да сколько вот удивительны слова Всевышнего Господа, Супан Аллах. Если человек, как сказал Всевышний Аллах, хафаля это добару на Кур'ан, почему они не задумываются над Кур'аном? Афаля я тадабару на Кур'ана аммаля кулубин акфалюха.